Зачеркиваю слово «выпухлый» и вместо «докажите что?» пишу «обязательно ли». Обязательно ли количество граней с нечетным количеством сторон? Игры внедряют во все места, поэтому после «обязательно ли» надо еще писать «обоснуйте свой ответ». Нет, Коля, если что-то внедряют везде, то вовсе не значит, что тебе надо это делать. Есть такая замечательная книжка Рэй Брэдбери «451 градусов к ренгейту». У нее есть эпиграф. «If they give you old paper, write the other way». Если тебе дают леновную бумагу, пиши поперек. Наоборот, ответ не обязательно. Можно придумать многогранник, у которого нечетное количество, нечетного будет граника. Семь треугольников. Что нужно для того, чтобы рисовать многогранник? Нужно начинать с ребра. Поставим на нем еще какую-нибудь точку. Первый треугольник. Рисуем ребро непараллельно этому. То есть, картинка уже в пространстве. Это уже не плоская, правильно? Да. Хорошо. Хорошо, дальше что? Дальше. Ну, вообще-то нам нужен еще треугольник. Да. Это основание, это то, на чем вся эта конструкция стоит. Да. Хорошо. Да, но теперь естественный шаг. Вот этот треугольник вы будете видеть. Кто-нибудь понимает сейчас или нет? Коля, отойди, пожалуйста. Обозначь эти точки буквами, там, А, Б, С, Д, Е, да? И попытаемся понять, как все это выглядит. Давайте обсуждать. А, С, Ф – это, что называется, в плоскости доски. Точка Д – высоко-высоко. Точка Е – не в плоскости доски, но ниже, чем точка Д. Понятная идея? И не в плоскости треугольника А, Б, Д. Да, да, да. То есть, она как бы между всем. Семь треугольников. Все увидели? Вот. Вопрос. Почему? А потому что, на самом деле, мы немножко схулиганили. У нас вот это вот ребро А, С состоит из А, Б и Б, С. Понимаете, да? Вот. И поэтому в одном случае мы считаем А, С ребром, а в другом случае мы считаем А, Б и Б, С. Ну и, естественно, за счет этого происходит сбой четности.